Моя любимая Мэри, пишу тебе свое очередное откровение и очень прошу, чтобы ты простила меня за то, что я вновь ослушался тебя и вновь пошел сружить в морской флот США. Лет после того, как я вернулся тогда из эсминца Дональд Кук, который так позорно бежал на Черном море от преследования русского летающего коры по Су-24 к Курминским берегам и после недельной психологической реабилитации на нашей базе в Алимине, мы провели самые чудесные пару месяцев нашей жизни. Помнишь, мы тогда строили план, что купим маленькую ферму в Аризоне и будем выращивать на продажу сельдерей и петь псалмы в нашей церкви по воскресеньям. Мы даже успели посмотреть несколько мест для этой нашей мечты. Помнишь, мы даже были готовы занести ребенка и быть полной семьей, и оба хотели заботиться о нем вместе. Но потом, потом все пошло почему-то не по нашим планам. Я был зол на то, чтобы почему мы тогда так грустливо бежали от того летающего корыта. От русского змеегорыныча, у которого под крылом не было ни одной бомбы, в которой мог бы утопить наши эсминецы. В прошлом году, когда я лежал в румынском госпитале, я часто думал о шлеме Звездного Лорда. Я думал, что если тогда у всех у нас был бы этот шлем, и не только у нас на голове, но и на наших приборах системы ИДЖИС, то русская радиоволна не могла бы подействовать на нас так оглушительно и сокрушительно. Но мы тогда с Эдом забавно провели бы наше время со скорострельной установкой фаланс, соревнуясь между собой, кто больше раз поймает этого змея корыныча на мушку. Я тогда на все сто был уверен, что этот париль выиграю я и куплю тебе большой букет алых маков, которых ты так сильно любишь. После возвращения домой я тайно от тебя продолжал думать об этой идее, а также тайно от тебя послал свою рекомендацию в Министерство обороны США. И, к моему большому удивлению, они рассмотрели мое предложение в удовлетворительном варианте. Более того, они мне предложили должность командира команды на скорострельной установке на нашем легендарном авианосце Теодор Розер, который в 10 раз превосходит возможности эсминца Дональд Куф. А сам авианосец считается самым неуязвимым и самым боевым авианосцем в мире. У которого на борту служат почти 6 тысяч самых лучших моряков США, отважных и презирающих смерть, как буйволы из штата Аризона. Кроме того, на борту этого авианосца имеется 90 боевых самолетов и вертолетов разных классов, которые наилучшим образом показали себя в операции НАТО в Югославии. И в операции «Буря Пустей». Я не мог отказать предложению США продолжить службу в Теодоро Розерте, так как правительство США потратил 500 миллионов долларов, чтобы закупить шлемный звездного лорда для экипажа и для самого авианосца. И я чувствовал свой долг перед своей Родиной. Прости, я не говорил тебе об этом. И все же ушел от тебя, чтобы продолжить свою службу в самой демократичной стране мира и чтобы распространять нашу демократию по всему миру. И вот наш легендарный авианосец прибыл в Персидский залив, чтобы поддержать сирийскую оппозицию, которая совершает правое дело против тирана Башара Асаба, чтобы установить в Сирии демократию. Но опять, опять что-то пошло не так. Я не знаю, как описать ситуацию. Но неужели русские так далеко ушли от нас в пламя боевой техники? Ведь те же самолеты Су-24 и Су-25, которые находились на вооружении военных сил Украины, целый год не могли придушить восставшийся Донбасс против демократической власти Украины во главе с Порошенко, которых Путин привез в Атакию, в российскую авиабазу, в Сирии. В чем тут проблема? Я не понимаю. Эти чертовые сушки, всего за неделю ведения боев против наших оппозиционеров, ведущие борьбу за свержение диктатуры Башара Асада, наделали для нас так много проблем, которых мы за год не смогли сделать, чтобы в Сирии установить демократию. Они легко и непринужденно разносят нашу поддерживаемую оппозицию в пух и в прах. В рядах оппозиционеров уже большая паника. И многие уже дезертируют с поля боя. А также много и потерь человеческих и боевой техники. Более того, они установили бесполетную зону для наших штурмовиков, которые поднимались на небо с палубы Теодора Розельта. Ты можешь представить себе наших штурмовиков, которые установили в Благославии и в Ливии настоящую демократию. Но на этот раз наши штурмовики, увы, бессильны против русской машины. Они не надеяны, не могут приблизиться к сирийской границе. И что это такое? Я никогда не думаю, что это так произойдет. А наши доблестные летчики теперь, чтобы не сойти с ума и как-то убить время на палубе авианосца, делают все, что угодно, но не хотят садиться за штурвал. Они даже не носят те шлемы Двездного Лорда. Мы все переносили их носить. Зачем это нам чертовы шлемы, если они нас не могут защитить? Но, видимо, это были не все секреты русских. Утром 8 октября, когда ЭКПШ судна узнал, что за ночь русские провели 26 выстрелов крылатыми ракетами комплекса «Калибр» из Каспийского моря в сторону Эгит, а мы это дело проспали и узнали только утром из Ютьюба, то на палубе начался настоящий кошмар. Весь экипаж посинел и потерял чувство реальности. А мне даже показалось, что та чайка, которая кружилась на небе над нами, это именно та крылатая русская ракета, которую разнесет наш корабль ко всем чертям. А сегодня, 10 октября 2015 года, наш авианосец покидает Персидский залив. И впервые с 2007 года этот залив остается без нашей армии. А мы ведь так хотели отметить тут юбилейное 30-летие спуска на воду Теодора Розильта. Но, к большому сожалению, Путин на свое день рождения устроил фейерверк из Каспийского моря, который долетел до Сирии и поразил 11 целей. Как жаль, что Путин родился именно 7 октября, за 20 дней до нашего юбилея. А теперь нам придется долгий путь обратно домой, через Африку и через Южную Америку. Потому что сначала нам придется переплыть в Индийский океан, а затем и Атлантический океан. Чтобы попасть домой, нам придется в такой маршрут. Так как в Средиземном море находятся русские корабли, и мы не хотим нарываться на неприятности. А еще мы всем экипажам единогласно решили, что через каждую миле будем выбрасывать на воду по одному шлему Звездного Лорда. Как на память нашего маршрута обратно домой и в знак протеста в нашем правителе, что мы больше не хотим воевать с русскими. Вот сейчас в мою очередь выбрасывать свой шлем. И бросая свой шлем на воду Арабского моря, я загадал желание, чтобы скорее увидеть тебя, чтобы потом с тобой вместе переехать жить в Россию, попросив у Путина разрешения вид на жительство. Говорят, он такой добрый и отзывчивый, и помогает всем, кто просит у него помощи. Крепко целую тебя, всегда твой, Джонни. До встречи, пока.